всем привет сегодня мы поговорим о том какое оборудование нам нужно для стрельбы звука и проведем первое упражнение чем хорош традиционный лук для стрельбы из него не нужно много оборудования нам нужен собственно лук с тетевой мишень колчан в котором будет минимум 5-6 стрел перчатка очень желательно иметь при себе крагу многие стреляют без краги когда вы учитесь стрелять наличие краги обязательно исключить травм сегодня мы сделаем краткий вводный курс чтобы когда вам дали в руки лук и стрелы вы знали по крайней мере что с ними дело перчатки используются трехпалые как правило стрелки стреляют из лука используя три пальца вот таким образом это называется средиземноморский хват он достаточно распространен стреляют большинство спортсменов очень многие стрелки есть варианты когда три пальца располагаются под хвостовиком есть варианты когда стреляют используя большой палец или кольцо я стреляю так в дальнейшем буду рассказывать именно об этом способе на тетиве расположена метка если метка одна хвостовик одевается под нее при стрельбе хвостовика касаться не надо пальцы не зажимают стрелу не делайте стрелы имеют оперение она не просто так разноцветная видите здесь два зеленых пера одно светленькое перышко это направляющие перо направляющие перо всегда смотрит в сторону потому что при выстреле перья вот так вот складываются это для того чтобы не было отскока именно поэтому в традиционных луках используется натуральное оперение спортсмена стреляют с резиновым или пластиковым оперением для этого на луках устанавливаются специальные полочки здесь такой полочки нет это просто вырез поэтому для стрельбы из традиционных луков нужны только такие перья это обязательно если вы правша возьмите лук в левую руку ноги на ширине плеч плеч стопы перпендикулярны встаньте прямо основная ваша стойка должна быть такая поднимите руки в сторону поверните голову эта рука должна не должна давать никакого рычага она прямая вот как производится быстро очень важный момент здесь прямой угол должен быть практически идеальный крест если вам нужно сделать занижение завышение в это делаете корпус ни в коем случае это нельзя делать рукой важный момент при выстреле вы не разгибаете пальцы ваша тетива как бы соскальзывает ваша рука соскальзывает с тетивой и продолжает движение таким образом получается правильный выстрел как научиться стрелять из лука правильно дам только один совет найдите школу по стрельбе из лука идите туда если это невозможно будем учиться стрелять с вами вместе ставьте лайки для наших успехов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это начало наших тренировок. Если бы я был охотником, это было бы ужасно. Но нет животных у нас с такой убойной зомби. Ну, может, олень большой. Поэтому нужно тренироваться. Это мы будем делать вместе.